Привет всем! Хочу поделиться своей радостью. Приехал мой новый мотоцикл 250SXF 2013 модельного года. Конечно, я не собираюсь на нем ездить в этом стандартном варианте. Я наклею на него красивые наклейки, настрою подвеску, вот уже прикрутила красивую оранжевую штучку и такие вот подножки, которые немножко наклоняются вперед-назад, поставила защиту рамы оранжевого цвета. Много чего хочу с ней сделать, чтобы он у меня был красивый и отличался от всех остальных мотоциклов. Но в последнее время очень часто в магазин к нам звонят люди и спрашивают, собственно, чем принципиально отличается 2012 модельный год от 2013 модельного года. Внешне, конечно, понятно, рама другого цвета, она уже теперь не черная, а такого, скажем, цвета мухарого асфальта, темно-серебристая. Новый пластик, новые наклейки, но по сути все то же самое вроде бы. Но на самом деле завод-производитель заявляет, что изменений очень много, вот именно в модели 250. Что же конкретно нового в этом мотоцикле? Ну, то, что первое бросается в глаза, это абсолютно новый дизайн пластика. Новое крыло, новые боковые спойлеры, заднее крыло и крышки воздушного фильтра. Наконец-таки инженеры ПТМ прислушались к спортсменам и сделали закручивающуюся крышку бака. Раньше, чтобы открыть бак, нужно было нажать на кнопку и умудриться повернуть эту крышку. Это не у всех всегда получалось. Она иногда подтекала, это было, ну, скажем прямо, неудобно. Многие жаловались. И вот, наконец, нормальная закручивающаяся крышка бака. Также здесь сейчас стоит новая траверсия нижняя. Ну, она не сильно изменена по сравнению с предыдущей моделью. Основное изменение в этой траверсе сделано для того, чтобы можно было поставить крыло нового дизайна. По сути, в общем, все то же самое. Также основные отличия – это то, что на всех четырехтактных моделях, а это в данном случае, естественно, четырехтактная модель, изменена полностью рама мотоцикла. И она с меньшим весом по сравнению с предыдущей моделью. Усиленный задний маятник и ось заднего колеса в диаметре увеличена на 5 мм. Также на всех моделях 2013 года добавлены новые возможности регулировки подвески. Установлено на вот этой модели, ну и, я так понимаю, на всех тоже моделях 2013 года. Они ставят сейчас руль Rental 827, FED BAR. Новый дизайн, наверное, глобально они ничем не отличаются. Новый дизайн резиновых ручек, которые на руле. И полностью переработанная выхлопная система на всех четырехтактных моделях. Сейчас несколько слов непосредственно о двигателе этой модели. В 2013 году абсолютно новый двигатель установлен на мотоцикле. Он разработан на базе модели 350, которая была два года назад успешно презентована миру как промежуточный вариант между кубатурой 250 и 450. Так вот, этот двигатель сделан по новой технологии литья под давлением. И на мотоцикле установлен только электростартер. Здесь нет кикстартера, как и на других моделях кроссовых. Собственно, КТМ этим и отличается. Абсолютно новая шестиступенчатая короткая передача. В моторе установлен новый коленвал с шатуном с подшипником скольжения. Увеличен диаметр входного отверстия 44 мм. Впервые на модели 250 установлен балансирный вал. Абсолютно новый цилиндр поршень и головка цилиндра с увеличенными клапанами. Максимальный лимит оборотов увеличен с 13 400 до 14 000 оборотов. Ну и как результат, собственно, производитель заявляет, что мощность мотоцикла повысилась на 3 лошадиных силы. А вес двигателя снизился на полкилограмма. Это достаточно существенно. Еще одна приятность нового мотоцикла в том, что можно на него навешивать всякие красивые штучки. Может быть, некоторые считают, что на скорость это не влияет. Но, в общем и целом, влияет на настроение, с которым досадишься на мотоцикл. Так, например, я собираюсь себе поставить вот такой вот оранжевый девайс. Эта штучка называется педаль лапки тормоза. Ну, она уже на самом деле стоит. Это просто такая вот упакованная новая. Я вам показываю. Поставлю вот эту вот заглушку крышки зажигания. Тоже оранжевого цвета. В стандарте она стоит черная. Еще из оранжевых вещей будут оранжевые рычаги. И вот у меня в руках два счетчика моточасов. Два, конечно, их не надо ставить. Надо поставить всего один. Для того, чтобы знать, когда надо менять масло в мотоцикле и производить какие-то ремонтные работы регламентные. Есть вот классический счетчик моточасов с проводом, который крепится на раму. Провод подсоединяется к проводам на двигателе. И он, собственно, показывает, сколько часов двигатель работает. А вот сейчас мы получили новые счетчики моточасов фирмы Гет. Он беспроводной. Он работает от вибрации. Еще никто из нас не пробовал этот счетчик моточасов. Вот я буду тестировать его, собственно, на своем мотоцикле. Производители утверждают, что прям вот лучше не придумаешь. Поэтому проверим и расскажем. Еще одна необходимая вещь для мотоцикла. По моему мнению, многие ее не ставят. Но вот я люблю ездить с защитой картера. Может быть, это больше нужно для каменистых трасс, для эндуро, когда ты ездишь по бревнам. Ну, в общем, я всегда ставлю защиту картера. Мне с ней спокойнее. Ну и, естественно, красивые наклейки. Вот такая вот наклейка в стиле данжи на заднее крыло. И вот такая наклейка на решетку радиатора. Она появилась только вот недавно, в каталоге 2013 года. Раньше таких наклейок не было. Конечно, уже не терпится опробовать мотоцикл на трассе. То, что заявляют производители, все выглядит очень красиво. Отзывы зарубежных журналистов, которые уже тоже тестировали эту модель, они все очень позитивные. Ну, надеюсь, что я тоже буду довольна. Субтитры сделал DimaTorzok